Не успели жители Тверской области порадоваться чисто зимней картинке на улицах, как синоптики начали предупреждать. Настоящая зима еще впереди. Нас ждут трескучие морозы, причем довольно скоро. Роман Быков выяснил, когда это произойдет и насколько низко упадет столбик термометра. После первых нескольких дней января, когда столбики термометров стабильно показывали 0 градусов, температура воздуха начала неуклонно снижаться. Каждый день на 2-3 градуса. Однако появившиеся у многих ощущения, что нынешняя зима, она настоящая русская, возникла, скорее всего, на фоне того, что творилось год назад. Что касается ближайших перспектив, то они едва ли порадуют любителей мягкой зимы, с которой начался этот год. Достигнув нормы, столбики термометров довольно быстро поползут вниз. При этом жителям огромной Тверской области стоит интересоваться погодой именно в своем районе. Первые 10 дней января 2021 года они были аномально теплыми. Температура воздуха среднесуточная была выше на 8-9 градусов. Но сейчас постепенно, постепенно температура воздуха опускается и в ночные, и в дневные часы. Ну и мы начинаем подходить вот уже к норме. Что касается высоты снежного покрова, то благодаря последним снегопадам он вполне уже достигает нормативного значения. Это где-то 20-20 с небольшим сантиметров. Кто-то скажет, что это немного, но по сравнению с прошлым годом, это самые настоящие сугробы. В дальнейшем циклон, который благодаря обильному мокрому снегу так украсил деревья и кустарники, окончательно уйдет на восток, затягивая вслед за собой холодный воздух с севера. В итоге на все том же северо-востоке Верхней Волже температура воздуха может понизиться практически до 30 градусов. Правда, только ночью. Завтрашний день тоже будет довольно-таки прохладный. На западе чуть потеплее, те же 10-11. Дневные часы особо греть тоже не будет. Где-то 12-17 градусов мороза. Опять же, на северо-востоке может даже выше 20 градусов не быть.